Министерством здравоохранения принято решение возобновления работы прививочных пунктов в торгово-развлекательных центрах. Это связано с тем, что на сегодняшний день, кроме вакцинации ковида, нам необходимо вакцинировать наше население против гриппа. В связи с тем, что мы, проанализировав ситуацию 2020-2021 год, поняли, что недостаточно в связи с заболеваемостью ковидом у нас население прививалось против таких инфекций, как дифтерия, гепатит В, я говорю о взрослом населении. Поэтому принято решение расширить функционал наших прививочных пунктов и добавить вакцинацию против дифтерии, гриппа и гепатита В. Я прививаюсь, чтобы чувствовать себя более-менее защищенно, потому что сейчас дети пошли в школу, все болеют, вокруг чихают, и поэтому меня толкнуло пойти в торговый центр вакцинироваться. Какие меры будут предприниматься, чтобы все-таки мотивировать людей вакцинироваться, потому что сейчас вот пока, я так понимаю, не очень много желающих? Вы знаете, здесь я считаю, ну, вот кто хочет прививаться, тот прививается. Применять какие-то карательные, будем говорить, меры, я считаю, что это, наверное, не совсем правильно. Мы должны с вами вместе убеждать людей. Я обычно так говорю, что коронавирус, он очень хороший диагноз. Ни одна инфекция так не диагностирует хронические заболевания. Особенно люди в возрасте старше 45 лет, 50, которые не любят ходить в поликлинику, не любят ходить на диспансеризацию. А вот когда они заболели коронавирусом, у них вылазят наружу все их хронические заболевания. И часто вот этот возраст даже погибает через месяц, через два после перенесенного коронавируса. Он вылечился от коронавирусной инфекции. Но у него возникли проблемы сердечно-сосудистой системы, с неврологическими какие-то дела. И люди должны это понимать. Но у нас вот сегодня охват прививками взрослого населения у нас чуть больше 70%. Охват прививками. Но я уже говорил, что там есть первые прививки, которые прошли в 2021 году. И только где-то чуть больше 20, около 30% вакцинировано повторно. Этого мало. Этого мало. А надо сколько? А надо, чтобы 100%. Вот сколько привили первично, то сейчас, через 6 месяцев, мы должны столько же привить повторно. Чем больше мы привьем население, тем меньше останется сил у коронавируса на его мутации, он все равно будет приспосабливаться к жизни. Но население у нас будет защищено. Академия. 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 Академия.